Приветствую вас, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Анастасия Морозова, я живу в городе Екатеринбурге. Я оперная певица, актриса, педагог по сценической речи, ораторскому искусству, вокальной технике и итальянскому языку временами. Почему я хочу поехать на форум Таврида? Потому что Таврида собирает творческих людей, тех, кому не все равно, что происходит в искусстве, в культуре, те, кто хочет самовыражение, признание, сказать что-то новое, чего еще не было. Как раз это я, я идеально вам подхожу. В 2006 году я окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, мастерская Владимира Ивановича Марченко, за что я ему очень благодарна, потому что 4 года в институте были невероятным счастьем. И дипломные спектакли, которые мы играли до сих пор в моей памяти, с огромной теплотой я их вспоминаю, особенно тот спектакль, для которого я написала музыку, придумала песни, сыграла их на гитаре. И потом настоящий композитор-аранжировщик придумал аранжировки, и мы записывали это в студии. Я тогда чувствовала себя невероятно важной, какой-то супер-супер-супер-звездой. Хотя, конечно, сейчас уже, глядя на ту работу, понимаю, что это было только начало. После окончания института я играла в драматическом театре, снималась в кино и начала опробовать себя в роли преподавателя. Почему? Потому что меня стали приглашать люди, знакомые, педагоги, друзья, для того, чтобы провести какой-то мастер-класс. В какой-то момент я поняла, что мне это нравится, особенно когда съездила на лабораторию молодых педагогов по сценической речи в ГИТИС. Это перевернуло весь мой мир и все мое представление о том, кто такой педагог, как он должен себя вести, что он должен делать, как он может преподавать, где черпать информацию, где черпать вдохновение. И таким образом я поняла, что я могу не только играть, петь, но еще и преподавать и получать от этого колоссальное удовольствие. И таким образом уже более 10 лет я преподаю в школе кино, работаю с режиссерами, с телеведущими, с актерами кино, что доставляет мне большое удовольствие. Сама же я часто принимаю участие в музыкальных постановках, и в частности «Оратория огни Урала». Это постановка, которая была в 2017 году, и она получила гран-при конкурса имени Курехина в Санкт-Петербурге. Вручение было в театре имени Товстоногова, и мне очень приятно, что я была солисткой этого замечательного проекта. После окончания театрального института и двух с половиной лет работы в театре я поняла, что мне хочется чего-то еще, что мне хочется двигаться дальше, что мне хочется учиться. И тогда я занялась серьезно, профессионально вокалом, оперным пением, изучением иностранных языков и поступила в Уральскую государственную консерваторию на вокальный факультет. Это было невероятно интересно, потому что с первого же года обучения в консерватории я попала в очень необычный коллектив. У нас в городе есть коллектив, который исполняет музыку средневековья, причем инструменты солист и основатель этого коллектива делает сам. Он делает аутентичные инструменты, которых больше нигде нет. И исполнять музыку анонимных композиторов, какие-то готические вещи, которые никто никогда не слышал, оказывается, это невероятно интересно. И таким образом я почувствовала вкус к музыке через вот эту странную, неизвестную, древнюю культуру. И потом уже я стала петь нормальную оперную музыку, которую мы знаем. Произведения Римского Корсакова, Чайковского, Беллини, Рассини, Деницетти. Тем более, что я просто влюбилась в музыку Бельканто, и оказалось, что у меня есть еще способность к итальянскому языку. Особенно, когда я съездила первый раз на стажировку в Италию. А все итальянцы стали говорить о том, что у меня очень хороший диалект, очень классное произношение, и именно поэтому я могу исполнять романсы и песни итальянских композиторов. Ну, конечно, я была этому рада и счастлива, очень благодарна. И поэтому сейчас, когда я пою концерты или принимаю участие в постановках, у меня нет никаких комплексов. Я точно знаю, что я пою на французском языке, как спели бы французы, на итальянском языке, как спели бы итальянцы, на немецком языке, как спели бы немцы, и на русском языке, как поем мы с вами, русские люди. Если же говорить о кино, то кино – это страсть, которая захватывает тебя, и ты уже собой не владеешь. Ты впадаешь в этот процесс кинопроизводства, начиная с того, где взять сценарий, почему именно такой, почему не такой, как его написать, как его не написать, какого пригласить актера на ту или иную роль, как этому актеру вести себя в кадре и так далее, и так далее, и так далее. Озвучание этого фильма, и в конце премьера, которую ты смотришь на большом экране, думаешь, вот, вот это большое удовольствие, вот этот образ жизни, когда ты находишься в постоянном процессе создания чего-то невероятно интересного, то, чего нет, другого мира. Поэтому для меня было бы огромным подарком, большим удовольствием и радостью принять участие в форуме Таврида, обменяться своим опытом и послушать самых известных мастеров кино, театра, искусства, обменяться с ними, вырасти, получить знания, получить опыт и применить их. Потому что мне хочется, чтобы у нас на Урале киноиндустрия, индустрия театра и музыки, она развивалась, росла и становилась такой самобытной, неповторимой и качественной. И мне хочется сделать вклад туда. Поэтому я принимаю участие в этом конкурсе и сейчас записываю это видео специально для вас. Надеюсь, что мы с вами встретимся и наша встреча будет незабываемой.